Это время арт и как обычно мы говорим об искусстве. Сегодня речь пойдет о необычном и сложном искусстве, искусстве смешить. Как заставить мгновенно человека рассмеяться, лучше всех знает мой сегодняшний гость. Это известный клоун, актер, мим и участник международных фестивалей уличных театров Юрий Кирилла. Юрий, я так понимаю, сегодня мы для многих зрителей открываем большую тайну. Как же известный клоун-лелик выглядит в жизни? Я понимаю, что так. Здравствуйте. Ну, как бы вот так и выгляжу я. По-другому, по-другому я хочу вам сказать, чем в образе. Ну, немножко не хватает грима, какого-нибудь носика, атрибутов, ну и всякое, разные всячины. Но все-таки вот в этот образ легко ли погружаться и потом из него выскакивать? Уже вот сейчас, проработав много-много лет вот клоуном. Ну, побыв и продолжаю быть клоуном, клоуны-лелик для детей, для взрослых, погружаться очень легко. Потому что это мое призвание и, наверное, призвание с детства. Погружаться легко. Выходить немножко тяжелее. Потому что клоун – это тот человек, который… Это даже не человек, это непонятно кто. Это человек, который через себя пропускает все. Все эмоции каждого человека. Все через себя. Все, что происходит рядом с человеком. Любые жизненные ситуации – все клоун пропускает через себя. Вы сказали призвание. То есть это не профессия, однозначно это должно быть призвание. Ну, призвание или профессия – это, наверное, палка о двух концах. Но попробуем немножко разобраться. Вообще клоунада – это, ну, клоунадой может заниматься все-таки, это должен заниматься человек, ну, актер или имеющий хотя бы образование какое-то театральное, актерство. То есть этому учиться нужно? Наверное, учиться актерству нужно. Ну, допустим, возьмем клоунов Юрий Владимирович Никулин, Леонид Ингибаров, Вячеслав Полунин. Вот они все комики, они запросто могут сыграть трагическую роль. И у них это получалось. И у некоторых получается до сих пор. Слава Богу. А взять актеров, трагиков, они не смогут сыграть комика. То есть получается все-таки это актерская профессия какая-то. Но актерская профессия, трагик сыграть комика не может, а комик, великие комики могут сыграть трагика. Значит, все-таки это и призвание быть клоуном. Все равно из актера чаще получаются клоуны. Да, это, ну, если есть какие-то задатки, это очень хорошо. И главное, чтобы эти задатки рассмотрел какой-нибудь мастер. Я имею в виду гуру, гуру своего дела. И направил человека в нужное русло. Вот, свое русло. Но в любом случае должна быть какая-то платформа. А кто вам помог? Это театр кукол, в котором вы работаете? Да, я раньше работал в театре кукол. И мне помог, там раньше работал режиссер такой, Вячеслав Корнев. И он мне тогда один раз когда-то сказал, это как сейчас помню, Юра, тебе надо работать лицом. И вот это то. А вот как он мне сказал, вот так все и пошло. Все пошло, я стал работать лицом. Но я хочу сказать, что профессия клоунады, клоуна – это очень сложная профессия. Клоун показывает и преподносит людям все то же самое, что люди каждый день видят. Все самое обычное, но под другим углом. Вот. И от этого получается веселее и очень смешно. Заставить рассмеяться проще взрослого или ребенка все-таки? Ну, здесь тоже очень интересная ситуация. Но мне кажется, все-таки проще развеселить взрослого. Взрослого. Ребенок, он же ребенок, он живет в сказке. Вот. Он живет, это для него клоун, это для него настоящий волшебник. Вообще, самое главное, клоун – это не человек у ребенка. Он ребенок, которому 5 лет, он думает, что вот этот стоит перед ним, это не человек, это клоун. И он живет им. И вот есть самое главное – ошибок начинающих клоунов, которые приезжают повеселить взрослых детей, которые начинают гримироваться и разгримироваться при присутствии детей. То есть они эту сказку, волшебство, они разрушают. Да, сразу же эта сказка, волшебство сразу же проваливается. Почему одни воспринимают клоуна как добряка такого и готовы пищать с ним вместе, а другие побаиваются? Ну, есть такая ситуация очень интересная. Вообще, клоун для всех должен быть одинаков. Клоун – это что? Клоун – это радость, смех, хорошее настроение. Правильно? Есть ситуация, когда клоун появляется перед ребенком в 3 годика. Ребенок не понимает, что стоит перед ним, что стоит. Не кто стоит, а что это стоит. Это стоит непонятное что-то, разрисованное. И ребенок видел клоуна только по телевизору. Вот тоже большой страх и риск подпускать к детям маленького возраста клоуна сразу же вперед. Клоун все-таки – это радость, смех и веселье. И поэтому хотелось бы всех призвать, всех клоунов надо стремиться только к этому, и чтобы ни один ребенок никогда не плакал и не был обижен. А клоун сам должен любить детей? Так это обязательно. То есть сначала любовь к ребенку, а потом ты становишься клоуном и несешь это? Естественно. Клоун обязательно должен любить детей. А номер, он всегда заготовленный, и вы не отступаете от его рамок? Либо там импровизация? Номер – это только, как говорится, как мы вначале говорили, это только основополагающее. Это маленькая платформа. Клоун должен обладать большой импровизацией. Номер – это только маленькая платформа. Дальше все зависит от клоуна, от импровизации. А от того, как поступит зритель, тот или иной человек, и от этого клоуна отталкивается. Все дальше работает импровизация. И этому нужно учиться всю жизнь. Помогает ли вам ваша профессия в жизни? Выходить из каких-то ситуаций? Наша жизнь, будни, все-таки часто мы огорчаемся, ссоримся. В депрессию кто-то впадает. Помогает ли вам это выходить из каких-то ситуаций? Ну, встречает жена со скалкой, а вы – оп, нос! И она довольна и счастлива. Вы сейчас рассказали про депрессию. Расскажу быстро маленький анекдот, который есть про клоунов. Что такое клоун? Клоун – это тот же философ. Шут, скоморох – это если просто брать разные эпохи. Шуты у нас были там немножко западнее, скоморохи уже были в России. Ну, а сейчас клоун. Это все пропускать через себя. Всю энергетику каждого человека пропускать через себя. Поэтому иногда, где-то повеселив каких-то зрителей, приходишь домой, или оказываешься каком-то, насладишься на стульчик, и ты понимаешь, что ты только что вскопал за полчаса полгектара земли лопатой. Непонятно, откуда это. Но такая тяжесть. То есть эмоционально это сильно, да? Эмоционально это очень тяжело. И вот это приводит к этому анекдоту. Приходит один из клоунок к врачу и говорит, доктор, у меня такая депрессия, я не знаю, что мне делать. Так тяжело, вообще не знаю. Ну все, я приезжаю домой, у меня большая депрессия, выведите меня из нее. Говорит, вы знаете, сколько я лекарств назначал? Ну вот скажу вам, самый точный такой классный способ. Вот у нас приехал цирк, на крайне города стоит цирк. Там такой клоун, такой клоун. Вы просто сходите, вы увидите этого клоуна, и ваша депрессия пропадет. И этот человек отвечает ему, вы знаете, тот клоун – это я. Мы сегодня не одели нос. Да, мы сегодня не одели нос, да. Что-нибудь сказать тем голосом, например, какой-то говорить, нет? Да. Да? О, это один из моих носов. Вот, один, два, три, четыре, пять. Добрый день всем вам! С вами сегодня Лёлик, и, конечно, я готов всегда к вам приехать в любую точку даже мира. Вот так. А еще самое главное я скажу. Клоунада, 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 она меня делает свободным. Вот, свободным в каких-то вещах, тонкостях, которые я могу свободно делать. Вот. А эта свобода дает, я получаю от этой свободы какой-то успех. Вот, успех. Ну, а успех, я хочу сказать, это еще пока не есть признание. Но к этому надо стремиться. Спасибо большое. Об искусстве смешить и дарить людям праздник мы говорили замечательным клоуном Юрием Кириллом. Спасибо. Здравствуйте. В эфире «Время арт». Сегодня мы говорим об авангарде, об искусстве, которое создает и отражает, ну, как бы, параллельную реальность. У нас известный художник в гостях, художник-авангардист Игорь Беспалов. Игорь, почему авангард? Вот у вас была своя совершенная дорога в искусстве, в живописи. Но почему именно вы пришли к авангарду? Ну, авангард – это, в общем-то, мне тоже сразу не было понятно. Все направления вот этих вот измов современного искусства, начиная с конца XIX века и продолжая XX веком. И же, слава богу, мы живем в XXI веке. Ну, я как-то, когда учился, мне повезло, потому что у меня преподаватель была великолепная. И не одна преподаватель, а их было несколько, которые меня окружали, и которые меня, и сама среда на художественно-графическом факультете воспитывала. Вот этому глубокому познанию истории искусства и культуры современного искусства. Авангард сам по себе – это впереди идущий. Ну, авангард назвали так себя художники, которые уже что-то новое открывали. К чему-то новому приходили, и, в общем-то, искусство тоже, оно, как и все, как и все технологии, как и все на земном шаре, Вселенной, не стоит на месте. Поэтому, если рассуждать с точки зрения обывателя или человека, ну, как бы дилетанта в искусстве, то им хочется, чтобы художник изобразил какой-то реальный мир, который ему понятен, который он воспримет без всякой агрессии и антипатии. Поэтому он хочет увидеть там зеленую травку, синее небо, речушку вьющуюся там. У людей, обычных у людей, в общем-то, всей массе людей так и остается. Ну, вот смотрите, получается-то что? Вот у вас, по-моему, на сайте даже есть такой вопрос. Зачем здравомыслящему человеку беспокоиться или думать о том, что заведомо не будет воспринято и не будет понято? Это вы, я так понимаю, сами о себе говорили, так? Ну, в общем-то, да. И, тем не менее, вы это делаете и пытаетесь объяснить свой мир, создать его и объяснить свой. Почему именно к такой позиции пришли? Ну, первым делом, автор, в общем-то, творит не для публики, он творит сам для себя, он творит для Всевышнего, он творит для того, чтобы это все отразилось во Вселенной. И, потому что художник должен самовыразиться, и поэтому, пользуясь всеми навыками, знаниями, практикой, уже скучно как бы сидеть на одном месте и топтаться. Ну, поэтому мне без разницы, там, купят у меня картину или не купят, поймут они эти картины мои или, там, мое произведение, там, что-то я хотел выразить или не поймут. Ну, один человек из тысячи найдется, который поймет, и в этом-то вся и соль. А был к этому какой-то толчок, я имею в виду, внешне, допустим, из искусства? Ну, там, Матисс, Пикассо, Кандинский, Сальвадор Дали, там, вроде бы отсюда. Это было толчком как-то к тому, чтобы идти все-таки вот к своему миру? Или вы к этому как-то сами пришли? То есть на вас кто-то повлиял, чтобы шагнуть вот этот авангард вперед? Конечно же, как у художника уже не самоучки. Естественно же, был преподаватель, был учитель, который сам, кстати, великий талант, гений, я так скажу. Это Валентин Ляхович, Олег Григорьевич Орлов, ныне покойный уже, к сожалению. Евгений Васильевич Антонов, тоже самое. Это ваши как бы учителя? Да, Николай Александрович Прусаков. Вот они повлияли на меня очень здорово, так как, во-первых, сами творцы были, сами художники, и сами активные художники ежегодной выставки профессионально занимаются, значит, при педагогике, преподаванием, но, тем не менее, грандиозные, шикарные выставки Валентина Ляховича ежегодно проходили. Естественно, были беседы, и как правило, жизненное правило, жизненное заключение такое, я утверждаю, что лучше, чем прочитать 10 книг или 100 книг, лучше побеседовать один раз с хорошим, опытным, с мудрым человеком. Да, это дает гораздо больше, на высшую степень поднимает. Но к этому тоже можно быть готовым. К знаниям. Да, конечно же, готовым. Естественно, что всю эту подготовку давала, я же уже и говорил, что сама среда, я варился в этой среде. Во-первых, сам Витебск. В Витебске незримо присутствует дух Марка Шагала, Казимира Малевича, и всех остальных академий и школ, училища, которые они уже открыли. И, кстати, открыли вне спокойное время. Это время, которое великих переломов, время великих репрессий, потрясений, революций, прочего такого хаоса, который творился вокруг художников. Так что не в авангарде, не в авангарде нужно искать хаос, а в самой жизни, в реальной. И потом, вот это вот, дух этот и витал, вот в Витебске до сих пор витает, в Витебске там. Можно ли говорить, что авангард, действительно, авангардная живопись, своими возможностями, вроде бы непонятными, направляет. Но я вас понял, Анатолий. Все-таки более адекватно выражает то, что происходит. Перевариваю в голове, вот сейчас стану говорить. Ну, так вот, Анатолий, я что скажу, что авангард, это можно сказать, ну, давайте назовем каким-нибудь его измом. Ну, скажем, абстракцией там. Или кубизм, или лучизм, или футуризм. Все это, как бы... Терминология такая есть звучала. Терминология, да. Которая вот, пускай вот в авангард, но мы остановимся вот на абстрактном искусстве. Или на искусстве формально. Давайте формальное искусство. Вот формальное искусство. Это искусство, скорее всего, знаковое. И искусство, которое отражает не в аллегориях, или, возможно, даже в аллегориях, но оно не несет в себе литературности. Поэтому это искусство не соцреализм, еще раз. Оно не несет в себе вот этих всех негативных, отрицательных, слишком уж тяжелых. Скорее, может, нужно быть, да? Да, тяжелых. Или там, ну... В общем, чтобы человек не заморачивался. Ведь Анри Матисс, он стремился к чему? Он стремился к тому, чтобы написать так свою работу, картину. Чтобы она висела в интерьере и радовала глаз. Он говорил, что когда человек приходит с работы и заходя к себе в дом, пусть моя картина светит ему, как солнце. Пусть он сядет и отдохнет, и посмотрит на картины. Обо всем забудет. Я даже мог бы привести в пример Луи Арагона стихотворение «Говорит Матисс». Вот как раз-таки в этом стихотворении о Матиссе, это был его любимый художник, которому он посвятил целый роман и написал роман «Анри Матисс». Он там выразил в этом стихотворении вот эту позитивную позицию оптимиста, человека-оптимиста. Художника. Художника-оптимиста. Я могу его прочесть. Прочитайте. Я взъерошу любую прическу руками, и руками цвета подбираю я дню. И от вздоха мой дом зашумит парусами, а на завтра я взгляд долгим сном заменю. Обнаженный цветок похожий на пленницу, и пальцы дрожат от его красоты. Я думаю, жду, я вижу, как платьи-то сброшенные, небеса просты. Без слов объясню я шаг в хороводе, босой ветерок, и его я постиг. Блик на любимом плече, и в природе тайны открытый, и внятен мне миг. Птиц и деревьев различной масти, контур в окне объясню я без слов. Зеленых растений, немое счастье, сумрак, живой тишины домов. Я объясню и прозрачность, и тени, прикосновенье руки красоту, сотню различий и соотношений, разных предметов, и все они тут. Я объясню запах форм приходящих, как песня по белой бумаге легла. И отчего лист так легок дрожащий, а ветка дерева так тяжела. Я знаю цену прозрачному свету, средь бедствия эпохи стоит мой эскиз. Мы ждем надежда в глазах, и про это грядущему скажет Анри Матисс. Вот видите, как он сопоставляет среди этих тяжелых Первой мировой войны, Второй мировой войны. А ведь Матисс не уехал в Америку, он же остался жить во Франции, как патриот Франции. Живопись его светлая. Он сопоставлял все эти тяжелые трудные времена именно противостояние своей живописью. Игорь, у вас есть, не скажу цикл, но работы, связанные с музыкой, с музыкантами. Пинк Флойд, Битлз. Я обратил внимание на то, что рядом с портретом музыканта совершенно отдельная цветовая и предметная гамма. То есть это ваше ощущение музыки вообще этой группы и вдобавок этого музыканта как такового. Но в красках. Так или нет? Получается, что вы музыку и человека пытались выразить именно на картине красками? Ну, возможно, да. Это тот самый авангард, о котором мы говорим? Или это все-таки очень личное восприятие художника? Ну, мое личное восприятие художника, конечно же. Потому что я слышал, есть такой музыкальный слух и музыка в цвете. Цветовая музыка, да. Вот я знаю, что Чайковский, он свою музыку представлял в цвете. И он делал цветную музыку. Яркую, колоритную цветную музыку. Я вот именно с этим, как бы, версией этой я сопоставляю музыку и цвет. Я очень люблю музыку слушать. Я ее постоянно слушаю. И, естественно, я с музыкой связываю всю свою авангардную, абстрактную живопись, которую передаю на холстах. Ведь сам музыкант, исполнитель, певец, он же ведь уже, как, можно сказать, человек в образе. Он человек в образе. В общем-то, образы – это и есть музыка его. Он весь в нотах растворяется. Он весь в тексте песен растворяется. Он растворяется во всей вселенной. Тот же Дали любил повторять живописец. Пиши. – Но вот когда работаешь в форме авангардистского, вот такого искусства, абстрактного, цель какая-то ставится перед собой? Или просто вот есть состояние какое-то, и вы пытаетесь его выразить, даже не думая о том, будет это понято или нет? Или все-таки цель какая-то есть конкретная? Можно это определить? Конечно же, можно. Во-первых, я ставлю перед собой сначала. Ну, я ставлю. Я как сам себя знаю, так я перед собой, конечно же, ставлю цель. Во-первых, высокое искусство, оно должно быть интеллектуальным. Без интеллекта нет искусства, не существует совершенно искусства. Как некоторые утверждают, что да, для начала надо, а потом, когда во время самого процесса интеллект не надо, надо интеллект. Потому что абстрактное мышление – это мышление умных людей. Это мышление людей, которые… Всех людей, скажем так. Самая абстрактная наука в мире – это математика. И даже вот приводится пример, что люди слабоумные, они не могут абстрактно мыслить совершенно. И вот ставя перед собой цель, я, например, ставлю перед собой цель создать какую-то вот такую вот… Именно не одну картинку написать для продажи, а сделать целую серию, целую коллекцию работ, из которой можно создать выставку, из которой можно создать что-то общее, единое, как, например, тот же Pink Floyd или… Да, Pink Floyd, скажем, да. Да. Они выпускают альбом, они ставят перед собой какую-то концепцию первым делом. Вот я ставлю перед собой концепцию. Что? Зачем? Почему? Давайте возьмем эту тему. Вот мы взяли тему «Битлз и цветы». Вот. Мы ее сделали. Мы долго шли к этому. Я долго шел к этому. И долго смотрел, долго читал. Это и есть применение интеллекта, применение программы. Потому что нужно все вписать как-то так в общую форму, которая не будет распадаться и не будет распыляться. Это то, это пятое, это Бога с горохом не спутать. То есть мы можем с вами сказать, что для того, чтобы тому, кто хочет понимать авангардную живопись, абстракционизм как таковой, да, модернизм, человеку нужно расти, нужно учиться. Идти внутренне, духовно, интеллектуально. Выходит, что так? Ну, это каждого личное дело. Может расти, может не расти. Нет, ну если человек захочет понять, а не осуждать, то, наверное, должен подумать, и, как вы говорите, прочитать полностью, как Пикассо пишется, да? Да. Ну что ж, мы говорили об авангарде, об абстракционизме с известным художником Игорем Беспаловым. Спасибо вам, удачи вам в творчестве. Храни вас, Господи. Субтитры подогнал «Симон»